мои любимые мои хорошие сегодня решила сделать небольшой пирог черничный кристина очень просит вот купили в магазине сразу готовое тесто потому что здесь на даче в лесу начинать разводить и дрожжевое тесто я не в состоянии вот это у нас продается прямо тесто готовое слоеное слоеное дрожжевое вот так вот переводится она замороженная прямо и там смотрите она прямо листиками вот такими уже нарезана вот четыре таких вот небольших листочка прямо уже нарезана скалки у меня здесь на даче тоже нету хозяйка я какая-то никакая нашла бабушкину толкучку советского времени ею прям так раскатала нибудь две полосочки сейчас на маленький противень так ну вот раскатала такой противень у меня небольшой вот теперь вилкой дырочки такие сделаю минут на 5 на 10 его в разогретую духовку походном варианте в походных условиях на даче в лесу вот ваяю черничный пирог но вот не знаю черники так много то целая коробка не знаю влезет сюда не влезет все может быть это много слишком не знаю тоже здесь все это в походных условиях как-то не очень все удобно конечно не знаю может потечет наверно надо крахмал туда добавить что ли и вот в эту маленькую портативную нашу духовочку это тесто минут на 10 пока займемся черникой по сути говорят что ее надо было помыть эту чернику просушить столовую ложечку крахмала туда добавить внутреннюю посмотрим ну вот ложечку такого крахмала крахмала к мосту подается тоже туда в чернику сахару туда и наверное ванильного сахара тоже положу тесто минут 10 про было в духовке черном не так поднялось на нож слоеная наполовину ой господи а вилка я ешь его протыкала и все равно она поднялась очень ну вот оно такое слегка слегка готовы теперь сюда мы чернику вывалим крахмала все-таки добавила так наверно столовая пара столовых ложек сахар ванильного сахара сюда крахмала добавляется для того чтобы он как бы обволакивать эту ягоду и не дает этому соку вытекать в тесто для этого и уходить так вот немножко ванильного сахара сюда так ну вот все теперь эту всю начинку я выложила сюда на пирожок и нам нужно теперь заливку сделать для этого яйца пару яиц взобьем с сахаром и со сметаной опять ванильного сахара немножко и вот все наверх вот польем и посмотрим чем будет понятиями так ну вот два яйца я взбила с сахаром со сметанкой немного и теперь всю эту заливку вот сюда прям на пирог вытечет сейчас все из краю в муж не знаю все так на глаз что не представляете что это вообще сейчас будет все потечет час на пол в духовке мой первый раз всегда духовке не знаешь ничего не знаю ну вот все вроде распределила не знаю что будет пойдемте ставить духовку посмотрим сейчас что будет ну вот так духовку засунула вроде нужно вытечет она из краев не вытечет ну вот поставила где-то здесь ну градусов 200 на нам побольше немножко вверх-вниз и тут таймер таймер по вкусу и по готовности но будем ждать не знаю кристина бегает уже вокруг конечно стучит во все окна и дверь уже ждет пирога ну вот вынулась духовке вроде румяненький не знаю как он на вкус надо немножечко подождать это он наверно все таки там черника на такая как сказать но полу жидкая да такие пироги наверное лучше есть когда не чуть-чуть остынут но в общем и целом ну так ничего вид мои любимые мои хорошие сижу на даче испекла пирог пирог вроде получился остывает это вот понимаете как пиявка вот из лунтика кто знает все плохо 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 чем дело дело в том что у нас в душе совершенно не течет холодная вода не одна напасть так другая напасть но вот совершенно упал напор воды холодной нет и приходится мыться буквально под кипятком горячим не разбавляет в общем думали думали я поняла что у нас стоят как бы фильтры входные их несколько и один из них как бы тормозит вход вот этой холодной воды бывает такое нас вода тоже с колодца нечистая и надо короче учета и или менять или вынимать этот карточь внутренности вот эти чтобы пошел нормальный напор вот и спасите помогите кто сделает не знаю сама я боюсь туда и лезть и вроде вот сейчас ждем как бы вам назвать местного сантехника рыбака что ли короче мужчина здесь деревне на все руки от скуки все они умеют в общем сейчас жду что может быть они вы не тут эту сердцевину и тогда вода пойдет у нас нормальная холодная то горячая течет кипяток и мыться под ней как вы знаете не очень конечно горячая вода это хорошо но не настолько холодная прямо настройка и струйкой струйкой тоненькой идет и мыться совершенно невозможный посуду моешь прямо раскаленной водой же все руки прям болят вот жду и избавителя спасителя тяжело кристина уже в кофте у нас немножко похолодало вот дождик обещают закат у нас опять красивый смотреть тихо тихо в лесу как-то даже птицы притихли не слышно ничего никого а я вот сижу и жду когда из лесу выйдет наш спаситель смиркается уже нашего спасителя избавителя нету ой едет едет ребята боже у нас будет вода слава тебя боженьки едет спаситель наш ой здрасьте здрасьте ой спасибо что приехали вы наш спаситель вот так что на именно в напоре холодной воды проблемы на кухне еще как-то к тоненькой там где-то на полке есть ключ от фильтра от этой от крышки и под зеленым ведром еще что-то какой-то тоже ключ мастер только ушел ребят ну короче возились прямо очень долго возились дело там оказывается не только фильтре было в на кухне вроде вода и пошла холодная а в бане как холодная не шла так и не идет и фильтр там это внутренности выкинули какой-то он весь уже загрязнился хотя всего две недели назад поставили все-таки колодезная вода она заливает фильтры очень-очень ужасно вот и никак не понятно что не течет и не течет холодная вода в бане а сам это из-за чего я и вызывала его что не помыться ты туда кирк кипятком прям суп какой-то уже они душ получается ну вот и мастер открутил короче этот кран открыла вот здесь что-то тут лазил и она под большим давлением выскочила как будто пробка из песка вместе с водой или что-то и он объясняет это так что пока мы еще только это все устанавливали только это пробовали эту воду да и там фильтры же были не сию минуту поставлена не мгновенно в общем а через некоторое время мы там все это запустили так тогда поставили этот самый картридж и этот фильтр вот и за это время значит успела из колодца цепануть вот этот песок вот успела цепануть песок и как-то в трубах осесть и в общем вопрос образовалась пробка и как-то в этих трубах она была и кран поэтому вода в этот кран не поступал вообще она выбилась он все это сделал теперь вода есть и холодные горячие в общем вот так когда дом имеешь хоть даже небольшой все равно каких-то проблем много чего-то всегда надо одно выходит пристроить другое приходит в общем вот так мы слава богу все в порядке мы теперь можно и горячая вода и холодная все есть так что будем мы теперь чистым а